Здравствуйте, зрители нашего канала! С вами снова я, Ярослав Никурин, и это видео о том, как установить Zoom на свой собственный компьютер. Платформа Zoom очень часто используется как основная платформа для проведения онлайн-конференций, а также занятий московского долголетия в дистанционном формате. Платформа Zoom – это сервис беспроводного взаимодействия, который позволяет общаться посредством видеоконференций. Изначально ее нет на вашем компьютере или ноутбуке, и для того, чтобы воспользоваться данной программой, ее необходимо скачать и установить. Начнем мы с процедуры скачивания этой программы на свой компьютер. Для этого нам необходимо воспользоваться нашим браузером, в котором в адресной строке мы переходим на главный сайт платформы по адресу zoom.us. То есть нам в адресной строке нужно будет ввести вот этот адрес, а далее нажимать кнопочку Enter на своей собственной клавиатуре. Нам открылся сайт Zoom. В нем необходимо пролистать в самой низ странички. Это можно сделать посредством колесики мыши или нажимая на стрелочку в нижнем правом углу. Затем в разделе загрузки находим пункт клиент конференции и нажимаем на него. В открывшемся окне нам необходим верхний раздел клиент Zoom для конференции и нажимаем кнопочку Загрузить. Начинается загрузка файла. В разных браузерах расположение и загрузка этого файла происходит по-разному. В частности, вы сейчас видите, где происходит загрузка в браузере Google Chrome и Яндекс.Браузере. Открываем папку с загруженным файлом, нажимая, соответственно, на то место, где у нас происходит загрузка. На этом этапе скачивание непосредственно самой программы завершено. Теперь ее необходимо установить. Для этого мы дважды нажимаем левой кнопкой мыши на файл, который только что скачался. Затем начинается процесс установки. Появляется так называемый прогресс бар, то есть линия с прогрессом, который говорит нам о ходе установки нашей программы. Как только программа будет установлена, система нам напишет. В появившемся окне мы нажимаем готово. Программа готова к использованию. Дальше ее можно будет настроить. Но прежде чем пересходить к настройкам, я хочу показать, как процесс скачивания и установки Zoom проходит на практике. Вот мы включили с вами компьютер. У нас загрузился наш рабочий стол. И теперь нам необходимо скачать и установить программу Zoom. Прежде всего мы открываем наш браузер. Это может быть и Google Chrome, и Яндекс браузер, и Mozilla, и любой другой браузер, который вы используете. В частности, я предпочитаю Google Chrome. Я открыл свой браузер. И теперь в адресной строке, то есть вот здесь вот сверху, мне необходимо вписать адрес того сайта, где я буду скачивать Zoom. Делать это необходимо на официальном сайте этой платформы, поэтому здесь я смело пишу словосочетание Zoom.us. А далее нажимаю на клавишу Enter. У меня загрузился официальный сайт Zoom. Следовательно, теперь мне на этом сайте необходимо найти место, где я буду скачивать программу. Что мне для этого необходимо? Мне нужно перейти в самый низ этой страницы, то есть пролистав эту страницу до конца. Делать я это могу с помощью колесико-мышки, либо используя вот эту стрелочку, нажимая на нее, я, соответственно, кликая на нее левой кнопкой мыши, я, соответственно, могу листать весь сайт до самого-самого низа. Вот я пролистал до самого низа, то есть дальше уже не листается. Вот эта часть серенькая сайта мне и нужна. Здесь, соответственно, находится такое маленькое меню, и в этом меню я должен найти кнопочку, которая называется «Клиент конференции». Она находится в блоке «Загрузить». Вот таким вот мелким почерком это все дело здесь написано. Смело кликаю на пункт «Клиент конференции» и перехожу уже на следующую страницу, где я могу загрузить Zoom на свой собственный компьютер. Как раз первый пункт, первый вот этот блок мне и нужен. «Клиент Zoom для конференции». Вот здесь мы можем смело нажать на кнопочку «Загрузить», чтобы у нас пошла загрузка этой замечательной программы. Программа сама небольшая, то есть по размеру она занимает очень мало места, а следовательно, и скачивается достаточно быстро. В Google Chrome ее закачка происходит вот здесь. Это кнопочка, которая позволяет мне сразу перейти к этой программе и начать запустить установщик этой программы. В других браузерах все это выглядит немножко по-другому. В частности, в Яндекс.Браузере, когда ты нажимаешь на кнопочку «Загрузить», он, соответственно, вам процесс весь показан загрузки вот здесь, в верхней правой части экрана. И вот когда загорелась вот такая вот стрелочка, можно смело нажимать на эту кнопочку для того, чтобы запустить уже следующую процедуру. Процедуру, соответственно, установки Zoom. Вот у меня открылся уже загрузчик и, по сути, установка Zoom выполнена. Все происходит на ваших глазах достаточно быстро. Каких-то особых проблем здесь возникать не должно. По окончании установки вы нажимаете на клавишу «Готово» и Zoom у вас уже установлен. Все, в принципе, он уже работает, и вы можете смело получать ссылки на свои конференции, на занятия в московском долголетии, и, переходя по ним, у вас уже автоматически будет открываться программа Zoom. После установки программы Zoom мы можем немного ее настроить для того, чтобы нам было чуть комфортнее заниматься в программе «Московское долголетие» или на любых других конференциях участвовать. Настройка Zoom – процесс не самый обязательный, но очень приятный, потому что от него мы можем получить достаточно много пользы. После установки внизу экрана на рабочей панели будет отображаться значок Zoom. Нажимаем на значок правой кнопки мышки, а в появившемся окне выбираем пункт «Закрепить на панели задачи». Эта настройка нам необходима для того, чтобы мы всегда смогли быстро найти программу Zoom на своем собственном компьютере. Теперь обратим внимание на окно программы Zoom. Нажмем на кнопку «Войти в». Если вы уже были зарегистрированы в Zoom ранее, то здесь необходимо войти в свой аккаунт, указав почту и пароль, а затем нажать на кнопку «Войти». Если слово «Аккаунт» вам не знакомо, или у вас еще аккаунта нет, то можно зарегистрироваться в программе. Для этого нажмите на кнопку «Регистрация». Или вы можете войти через Google Аккаунт, если он у вас есть. Кстати, посмотреть все о Google Аккаунте можно у нас на занятиях в пункте «Осваиваем мобильное устройство». Если вы нажимаете на «Войти через Google Аккаунт», то откроется следующая страничка, где можно выбрать, через какой Google Аккаунт подключиться. Нужно нажать левой кнопкой мыши. Если же вы нажимаете на «Регистрация», откроется окно браузера, где система попросит указать дату вашего рождения, и нажмите «Продолжить». Система попросит ввести адрес вашей электронной почты. После этого мы нажимаем на кнопочку «Регистрация». Теперь вам на почту отправлено письмо для активации аккаунта. На указанную вами почту придет письмо с ссылкой для активации этого аккаунта. Необходимо на эту ссылку обязательно кликнув, тем самым перейдя по этой ссылке. Очень важным моментом является настройка отображения имени в Zoom. Мы вошли в Zoom Аккаунт. Для проверки и при необходимости изменения отображаемого имени нажимаем на значок в верхнем правом углу. В появившемся окне выбираем пункт «Настройки». Здесь выбираем пункт «Профиль», затем «Изменить мой профиль». В открывшемся окне выбираем пункт «Редактировать». Строку «Имя и фамилия» можно написать, какое вам будет удобно. Нас интересует строка «Отображаемое имя». Здесь мы пишем свою фамилию, имя, отчество и нажимаем «Сохранить». Готово! Каждый раз теперь, когда вы будете входить в свою конференцию, организатор этой конференции будет видеть ваше имя, которое вы указали в поле «Отображаемое имя». Теперь, когда вы получаете ссылку на занятие, открываете ее на компьютере. При нажатии на ссылку откроется окно, в котором выбираем «Открыть приложение Zoom Meeting». И конференция запускается. Система может спросить у вас, подключиться с видео или без. Выберите подходящий вариант. Конференция запустится, и для того, чтобы слышать участников и преподавателя, либо, соответственно, организатора конференции, необходимо будет нажать на кнопочку «Войти с использованием звука компьютера». Готово! Теперь давайте посмотрим настройку на практике. Первым пунктом в нашей настройке программы Zoom было закрепление этой программы на передней панели в операционной системе Windows. Лучше всего это делать до того, как вы нажмете на кнопку «Готово» в сообщении «Установка выполнена успешно». То есть, как только вы установили Zoom, вы можете сразу вынести его на панель быстрого доступа в Windows. Для этого обратите внимание, внизу, вот здесь вот, у нас горит иконка Zoom. Мы прямо на нее нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Закрепите на панели задачи». Теперь у вас эта иконка будет всегда на передней панели вашего компьютера. Затем мы можем смело нажимать на кнопочку «Готово». И закрывая программу, у нас Zoom всегда будет под рукой. В случае, если по какой-то причине вы нажали на кнопку «Готово» раньше, чем вы успели закрепить эту программу на передней панели, в этом нет тоже ничего страшного. Для того, чтобы это сделать после установки, мы с вами заходим в меню «Пуск», которое находится у нас в нижнем левом углу. Далее, если у вас Windows 10, ищем в списке программ программу Zoom. Ну, а если у нас Windows 7 или 8, соответственно, мы ищем эту программу. В меню «Пуск» в пункте «Все программы». У меня Windows 10, поэтому я просто ищу Zoom. Вот у нас эта папочка. Левой кнопкой мыши мы ее открываем. И вот у нас с вами появляется иконка с нашей программой. Я нажимаю на нее правой кнопкой мыши и кликаю по пункту «Закрепить на начальном экране». Могу также, зажав левой кнопкой мыши, перенести ее сразу на переднюю панель. Либо, опять же, зажав левой кнопкой мыши, переместить ее на рабочий стол. В общем, эта иконка теперь всегда у меня под рукой. Далее разберемся с регистрацией. Откроем программу Zoom. Здесь у нас появляется окно с двумя пунктами меню, или с двумя кнопочками, как кому удобнее. «Войти в конференцию» и «Войти в». В данном случае здесь очень плохая локализация, потому что второй пункт означает «Войти в аккаунт». Но слово «аккаунт» почему-то не дописали. В нашем случае мы просто нажимаем на кнопку «Войти в», для того, чтобы, соответственно, выполнить вход в аккаунт. И здесь у нас с вами есть несколько вариантов. Вариант номер один. Если вдруг у нас уже есть Zoom аккаунт, то здесь мы просто указываем адрес электронной почты, то есть наш логин в Zoom, и вводим в пароль. После этого у нас активируется кнопочка «Войти в вы», которую мы смело нажимаем. Также мы можем войти с помощью своего Google аккаунта. Это тоже очень удобно. Нажимая на букву «Войти с помощью Google аккаунта», у нас появляется вот такое вот окно, где мы выбираем тот аккаунт, через которого мы хотим войти. Вот этот аккаунт мой основной. На него я нажимаю левой кнопкой мыши, и вот я вошел в программу уже своим аккаунтом. На этом экране мне нужно нажать на кнопочку «Открыть приложение Zoom Meeting». У меня откроется, соответственно, вот такое вот окно. Это уже окно программы, но уже после авторизации. То есть я уже прошел процесс авторизации в программе Zoom, и могу работать под своим именем, под своей фамилией, что иногда требуется для участия в той или иной конференции. В частности, в проекте «Московское долголетие» идентификация пользователя является очень важным аспектом этого проекта. И чтобы не переименовываться на каждом занятии, достаточно один раз вот так вот войти в аккаунт, и вас уже всегда будут все узнавать. Но что делать, если у нас нет аккаунта в Zoom? Нас не удалось по каким-то причинам войти в Google аккаунт, потому что тоже его нету. Как же быть тогда? Как же сделать так, чтобы мы с вами получили Zoom аккаунт, и могли спокойно заниматься или участвовать в каких-то конференциях без постоянного переименовывания своего собственного имени? Для этого мы с вами в программе Zoom нажимаем «Войти в», и вот здесь, в нижнем правом углу, видим пункт «Регистрация». Нажимаем на него. Дальше закрываем первое окно, и мы попадаем на... открывается наш браузер, и мы попадаем с вами на окно регистрации нашего аккаунта. Здесь мы указываем, нажимаем по каждому пункту день, месяц и год своего рождения. Далее нажимаем «Продолжить». После этого сюда набираем адрес своей электронной почты и нажимаем на кнопочку «Регистрация». Далее видим такое сообщение, что электронное сообщение для активации отправлено. Мы отправили электронное письмо по моему адресу. Нажмите по ссылке «Подтверждение в электронном письме», чтобы приступить к использованию Zoom. Я перешел в свою собственную почту, и вот здесь у меня первым же своим самым письмом появилось письмо от Zoom «Активируйте свою учетную запись». Я кликаю по этому письму левой кнопкой мыши, а далее у меня появляется вот такое замечательное письмо, где написано о том, что я должен нажать на кнопку ниже, чтобы подтвердить адрес электронной почты и активировать свою учетную запись. После активации мы получим полный доступ к конференциям и чат уже Zoom. Нажимаем «Активировать учетную запись», а дальше, соответственно, мы сюда пишем свое имя и придумываем какой-либо пароль. Единственное, что здесь отметить, что пароль должен состоять минимум из 8 символов, содержать как минимум одну букву, а также содержать как минимум одну цифру. Более того, в пароле должны быть использованы символы как в верхнем, так и в нижнем регистре. То есть пароль должен содержать хотя бы одну заглавную букву. Далее, вводим второй раз в поле «Подтвердить пароль» тот же самый пароль, который мы ввели в начале. Это необходимо для того, чтобы проверить себя на ошибке. А далее нажимаем на кнопочку «Продолжить». Все, наша учетная запись создана. Если он просит вас пригласить ваших коллег в Zoom бесплатную учетную запись, мы этот шаг можем смело пропустить, это нам не нужно. Ну и, соответственно, он нам предлагает сразу запустить тестовую конференцию. Нам сейчас это тоже, в принципе, не нужно. Поэтому мы после того, как задали пароль, можем смело закрывать свой браузер, открывать программу Zoom, нажать «Войти в», и здесь уже мы указываем адрес электронной почты, по которому мы с вами регистрировались, и пароль, который мы с вами указывали, который мы сами придумывали. Все, пожалуйста, мы можем перейти уже к непосредственно настройкам своего собственного профиля в Zoom. А здесь, соответственно, мы можем настраивать, как я уже сказал, свой собственный профиль, нажимая на него левой кнопкой мыши, вот на эту вот... Ну, у меня здесь буковка «Я», у вас, скорее всего, будет другая. Эта буковка ставится по инциалам имени. Здесь, соответственно, мы нажимаем кнопку «Настройки», и в настройках выбираем пункт «Профиль». А далее кликаем по кнопочке «Изменить мой профиль». В открывшемся окне мы с вами нажимаем на кнопку «Редактировать». Ее не сразу можно заметить, потому что находится она вот здесь, вот справа. После нажатия кнопки «Редактирование» мы попадаем с вами на экран, куда мы можем вводить свои собственные данные, и которые будут отображаться при нашем участии в конференции. В частности, здесь мы можем указать свое имя и фамилию, а также отображаемое имя, то есть то, как нас будут видеть на наших с вами конференциях. В данном случае мы пишем в отображаемом имени фамилию, имя и отчество полностью. Для проекта «Московское долголетие» это играет очень важную роль. Ну а для тех, кто просто участвует в каких-то конференциях, имейте в виду, что вы можете задать отображаемое имя в абсолютно любом формате, который вам нравится. После, соответственно, ввода не забываем нажать на кнопочку «Сохранить». Теперь при входе в конференцию у вас всегда будет полная фамилия, имя, отчество введено на любом занятии, и вам не нужно будет следить за тем, как отображается ваше имя в случае, если это принципиальное значение имеет. Теперь, когда мне прислали ссылку на занятие, я могу спокойно кликнуть по нее или скопировать эту ссылку в адресную строку своего браузера, и, соответственно, после этого у меня открывается вот такое вот окошечко, в котором я указываю, что я хочу открыть приложение Zoom Meeting путем нажатия вот на эту кнопку. Далее у меня подгружается автоматически моя конференция. Здесь я могу выбрать пункт «Подключиться с видео» или «Подключиться без видео». И, соответственно, вот у меня запускается конференция, к которой я присоединяюсь, да, к которой я присоединяюсь по ссылке, присланной мне там в WhatsApp или еще где-то. Далее я здесь выбираю «Войти с использованием звука компьютера» для того, чтобы меня было, соответственно, слышно. Вот я уже являюсь участником конференции, и обратите внимание, что здесь стоит правильно мое имя, как мне, соответственно, необходимо, и я могу спокойно взаимодействовать уже внутри конференции. Вот таким образом мы не только скачали и установили Zoom, но и посмотрели какие-то базовые настройки, которые чаще всего используются для идентификации пользователя уже во время конференции, занятий и прочего. Надеюсь, этот ролик был для вас полезен. Если это так, ставьте нам, пожалуйста, лайки, задавайте свои вопросы в комментариях, мы всегда на них стараемся отвечать. Обязательно подписывайтесь на наш канал и следите за нашим каналом, потому что такие инструкции мы выпускаем достаточно часто. У нас на очереди ролик про фишки WhatsApp на iPhone, у нас на очереди с вами фишки Zoom, у нас с вами на очереди различные обзоры, которые мы тоже сейчас снимаем, ну и, разумеется, наше занятие в рамках проекта «Московское долголетие». Ну, на этом у меня все. Большое вам спасибо. С вами был Ярослав Никулин. Всем пока-пока.